Друзья, мы в эфире, наконец-то. Добрый вечер, снова пятница, снова Савик Шустер с нами. Мы очень за вами соскучились, потому что мы пропустили одну пятницу. Извините, пожалуйста, это из-за меня, это мои технические причины, не дали мне возможность выйти и увидеть вас, и, собственно говоря, организовать вот это общение по пятницам с Савиком. Но тем интереснее будет сегодня поговорить, потому что и много тем, и много чего надо обсудить, и я уже вижу много вопросов в чате, и, опять же, наши зрители нам пишут, откуда они нас смотрят. Друзья, спасибо, нам всегда это интересно знать, поэтому пишите. Савик, здравствуйте. Да, здравствуйте, Леся, приветствую всех, 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 кто смотрит, кто будет смотреть. Ну, я надеюсь, мы оправдаем надежды. Ну, конечно, мы же всегда их оправдываем, поэтому у нас просто других вариантов нет. Так, я сейчас отключу у себя здесь звук, чтобы оно не кликало, да, и звуки нам лишнее не давало. Хорошо, значит, у нас сегодня много тем, много интересных тем. Савик, начнем, пожалуйста. Леся, Леся, а можно я вас прерву на секунду? Потому что мы последний, то есть последний крайний эфир две недели назад делали вместе с Евгением Комаровским, доктором Комаровским. Помните, мы ему пообещали, что мы посмотрим сразу после фильм на тему лечения и ампутации. И называлось, это, в принципе, интервью, да, но называлось это «Лечить нельзя ампутировать». Вот я для себя сделал вывод, куда ставить запятую. Лечить, запятая, нельзя ампутировать. Потому что я понимаю, что денег больше в ампутировании, там протезы стоят, там надо покупать и закупать, там можно завышать цены. Ну, обычные схемы, да, а лечить гораздо дешевле и труднее. Да, но надо иметь в виду, что речь идет об украинской молодежи. И поэтому, если можно вылечить и поставить человека на ноги или дать его рукам возможность двигаться и что-то делать, это очень-очень важно. Поэтому я вот Евгению Олеговичу, вот так вот, не знаю, он нас смотрит или нет, наверное, нет, но кто-то ему передаст. Я за вот эту запятую. Лечить нельзя ампутировать. Но я скажу, что вот после нашей программы, выступления доктора Комаровского, просмотры этого вот сюжета, они реально серьезные, они увеличились сильно. Ну, слушайте, ну, конечно, мы же об этом говорили, и доктор Комаровский с присущей ему манерой и умением убеждать, и он, собственно говоря, сагитировал не только вас, Савис, и меня пойти посмотреть это интервью. Ну, действительно, это очень важное интервью, друзья. И действительно, это один из тех вызовов, которые сегодня стоят перед Украиной. Это одно из самых важных направлений, потому что реабилитация людей, которые сейчас страдают от войны и которые из-за России получают инвалидность, конечно же, это одна из приоритетных задач качественное лечение и уход, и адаптация, и социализация для любого государства. И сейчас это стоит перед Украиной. Друзья, ну что, значит, у нас сегодня реально много-много важных и интересных тем. Начнем мы, начнем мы с Америкой. Ну, давайте начнем с Америки, потому что я уверена, что… Америка ждем, ждем, ждем. Вот через несколько часов, буквально через три часа, по-моему, в 11.30 по восточному времени в Соединенных Штатах, значит, голосование, ну… Вот, Савис, давайте я спрошу, чтобы вы правильно объяснили там нашим зрителям, которые не знают, не в курсе. Давайте скажем, что такое шатдаун, почему Америка его боится, и при чем там украинские вопросы, украинская помощь? Ну, смотрите, вот так, если просто, да, вот просто объяснить людям, то есть администрация Байдена, она попросила дополнительный бюджет, потому что, ну, расходы расширяются на первые необходимости вообще функционирования государства и государственного аппарата. Да, а это, это что хотите, это вода, водоснабжение, это много всего, да, в том числе и очень человеческо необходимого. Да, и они к этому приплюсовали пакет военной помощи, и не только военной, но там есть и финансовая помощь напрямую. В общем, 24 миллиарда для Украины. Конечно, для группы МАГа, то есть группы, которая является сторонниками, яростными сторонниками Дональда Трампа, это не понравилось. Они сейчас играют в игру, конечно, чем хуже, тем лучше, поэтому они все это расчленили. Они взяли и расчленили, они, вот есть отдельно правительство, которое должно получать зарплаты и так далее, и так далее, выплачивать там все, что надо, там, ну, по необходимым всяким функциям города и государства, да. И пакет Украины, они сократили очень сильно помощь в Украине, и они как бы выделили в отдельный пакет. Но и этот отдельный пакет они не хотят голосовать, и они, по всей вероятности, не будут. Таким образом, вот получается, что есть вероятность, что они проголосуют за законопроект, который позволяет правительству продолжать работать, хотя это тоже под большим сомнением. Под большим сомнением, потому что глава большинства Маккарти, он абсолютно, совершенно зависим от этих вот оголтелых трампистов. Да, это тоже под вопросом, но помощь Украине, я думаю, это еще под большим вопросом. И, конечно, это не самая хорошая новость, да. Это не... Я думаю, что в каком-то смысле, наверное, и господин Штольтенберг, генеральный секретарь НАТО, и министр обороны Франции, и министр обороны Великобритании прилетели в Киев без предупреждения. То есть, ну, я думаю, что вот понимая, что ситуация может повернуться в такую сторону. Да, но с другой стороны, как бы, с другой стороны, если думать в том контексте... Я сейчас вот сразу перехожу на Украину. Да, если думать в контексте помощи Украине, то генеральный секретарь НАТО назвал конкретные цифры помощи НАТО. Вот напрямую НАТО, то есть не двухсторонние соглашения. То есть там Германия предоставляет Украине, там Словакия... Ну, Словакия – это отдельная тема сейчас сегодня. Да. Там Польша предоставляет Украине, Литва предоставляет Украине, а Франция... А тут мы говорим НАТО. Поэтому тут это первый раз, по-моему, я очень не хочу ошибиться, когда летальное оружие напрямую, напрямую от НАТО в Украину. Поэтому это уже как бы, ну, конечно, Россия это разыграет как войну против НАТО, что они все время и делают по-любому. Но сейчас они получают, мол, доказательства, что они реально воюют против НАТО. Но для Украины, мне кажется, это очень положительно, потому что НАТО стоит стеной за Украиной. Да, таким образом, это не только Соединенные Штаты, хотя мы понимаем, что без Соединенных Штатов, конечно, все становится гораздо более сложным. Но, тем не менее, НАТО стоит за Украиной. Вот это пока одна хорошая новость, поменьше. Алик, вот давайте про еще, может быть, вторую хорошую новость, потому что, ну, разговоры о том, что для нас важна будет президентская кампания и президентские выборы в США, они сейчас все громче становятся, причем вот в контексте в том, о котором впервые, наверное, на моей памяти сказал Гарри Каспаров в интервью. Дмитрию Гордону о том, что вот под выборы Байдена, Байдену очень нужно будет, чтобы победить на этих выборах. Ему еще и нужно будет, чтобы Украина победила, то есть чтобы с помощью Америки, с помощью президента Байдена она победила. И вот все чаще сегодня говорят, ну, смотрите, ну вот война, ну как, это же с надеждой тоже произносится, война закончится, причем в контексте того, что она закончится победой Украины, в следующем году она должна перед выборами, то есть мы понимаем, выборы в ноябре, это там до сентября, говорят. То есть сейчас акцент идет на то, что оружие, вот все, что нужно Украине, дадут весной, летом, и будет второй этап у контрнаступления, ну, потому что, например, зимой в любом случае оно замедлится, так или иначе из-за погоды. Так вот вопрос, что вы об этом думаете? Может ли это быть связано? Я, извините, не, ну, конечно, это в каком-то смысле связано, но просто я улыбаюсь, потому что это же не та ситуация, когда Сталин приказывает Жукову освободить Киев к дню революции. Да, это же, ну, понимаете, да, что там Украина должна победить ко второму вторнику, ко первому вторнику ноября следующего года, но это немножко так. Я думаю, что побеждать надо чем быстрее, и чем быстрее победа будет, тем больше это поможет Байдену, потому что чем больше будет времени эту победу каким-то образом, ну, грубо говоря, показывать, раскачивать, если хотите, в жаргоне. Поэтому я думаю, что все равно в интересах, ну, это не проблема в интересах Байдена. Я Байдена реально вижу как государственного деятеля. Байден, да, да, он политик, да, он будет баллотироваться, наверное, наверное. Я говорю, наверное, почему? Потому что в Соединенных Штатах реально уже очень многие демократы в том числе, главные демократы в том числе, говорят, что он, наверное, все же в этом возрасте, может, ему не стоило бы уже и баллотироваться. Поэтому я не исключаю никаких вот поворотов. Но президент Байден – это государственный деятель, который реально отстаивает вот эти вот ценности либерализма и демократии. То есть он против власти силы, за уважение меньшинств, да, и, конечно же, за демократический способ избрания власти. Вот. И поэтому Байдену эта победа важна, ну, не знаю, там, в квадрате, в кубе, да, потому что и его личность, и его политическая карьера, и его убежденности, они все, вот, они все-все сходятся, они все сходятся. Вот в этом – это для него последний решительный бой. Вот, скажем так, я думаю, что в его жизни это последний решительный бой. Да, была холодная война, он был сенатором, это другая история, но он в этой войне так или иначе участвовал. Участвовал, участвовал, я даже знаю, я как-то с ним лично познакомился, когда он приезжал на радио «Свобода» в Мюнхен. Ну, вот, значит, это для него вот последний решительный бой, решающий бой. Вот это победа Украины. Поэтому я немножко шире смотрю на Байдена, да. Что касается его возможного соперника, то я бы на него вместе тоже как бы снялся с этих выборов, потому что он абсолютно не подходит к этой роли, да, и тем более, что вся предвыборная кампания, она будет, знаете, это будет такой винегрет в перемешку с судовыми заседаниями, да. У вас будет утром там судебное заседание, а вечером спричь сейчас с избирателями, да. Примерно это будет выглядеть так, да. Но, с другой стороны, Трамп, наверное, не может себе этого позволить, потому что он будет сидеть, да, а президентом может как-то он и выкрутиться. Но это вот опять тот случай в жизни, когда мы получаем, когда человек, который защищает то, что он, то есть защищает все свои погрешности и даже преступления, ну, я там, скажем, вот Сильвио Берлускони был похожим человеком, да. Вот он всеми силами пытается, я не сравниваю Берлускони, с, кстати, с Трампом Берлускони совсем другого рода человек, да. Но, потому что Трамп глуп, вот. И вот он будет защищать себя до последнего. Но я вам скажу так, что я не удивлюсь, я понимаю, что это звучит фантастикой, да, но я не удивлюсь, что мы увидим двух других кандидатов на президентских выборах. Я реально не удивлюсь, я не удивлюсь. Я не знаю, кто там на скамейке запасных у демократов, да. То, что мы видим от республиканцев, конечно, ну, ничего такого примечательного там нет. Де Санктис – это, ну, реально не президент Америки. Вот, но все равно я вот как-то вот, вот не знаю, вот мне кажется, что мы все ждем пары Байден-Трамп, а этого может не произойти. А кто, Савик, если не Байден-Трамп, а кто? Ну, не знаю, ну, понимаете, вот я тут читал, эх, я просто забыл его фамилию, да, он бывший сенатор Вирджинии, по-моему, сейчас я, да, он, вот, он, что интересного у него, вот я не записал себе его имя, ну, вот он человек, республиканец, самый популярный среди демократической партии. Представляете, среди, что большое количество демократов готовы, кто вообще перейти в республиканскую партию, а кто голосовать за него, но не за демократического кандидата, потому что он настолько вот, вот он настолько вот привлекает. Вот такого рода персонаж внезапно выскочил, да, но пока вот эти последние, которые я смотрел, дебаты, ну, там никто никак себя не проявил, но если вдруг вот такой кандидат может выскочить со стороны республиканцев, да, вот такой, который нравится демократам, да, это очень важно, он может не нравиться, в конце концов, вот этой вот, ну, Трамп, это все же, ну, все же, вот эти активные трамписты, это все же не, ну, я не думаю, что это 50 плюс 1, я думаю, что это все же меньше, да, а многие голосуют именно из-за партийной принадлежности, да, вот мы обязаны голосовать за республиканского кандидата, а не демократического, да, но вот если появится вот такой вот претендент, который нравится демократам и который будет показывать цифры, там, единственная проблема, что он пока еще не показывает хорошие цифры среди республиканцев, что проблема, но очень хорошие цифры среди демократов, да, он даже популярнее поэтому, поэтому, ну, я говорю, вот это вот, ну, для меня, вот я не знаю, вот это какое-то чувство, может быть, обманчивое совершенно ощущение, да, что все же это не будет эта пара, это не будет эта пара, ну, не знаю, посмотрим. Ну, интересно, Савик, посмотрим, да, это очень, очень, ну, и скоро мы это увидим, кстати. Перейдем немножко на, теперь на другой континент перемещаемся, а именно, наверное, вы в эти дни увидели, как появилось в эфире видео, архивное видео, снятое для личного использования, где Путин еще такой, не ботоксный, вместе со своей женой Людмилой, Собчаком, в ярком советском спортивном костюме, ну, вернее, он не советский, но такого, знаете, СССР-стайл, сидит, и вот то, что он говорит, то, что они делают, ну, это явно то, что он бы не хотел, чтобы появилось в эфире, но, тем не менее, это видео появилось. Какие у вас мысли были, когда вы видели это? Во-первых, я его не видел, я вам признаю сразу. Ну, это интересно. Я видел другие видео. Какие? Ну, сын Кадырова, который избивает этого русского парня, да, за то, что он, мол, сжег Коран, да, и это выкладывается в сеть, да, это жутко совершенно вообще просто смотреть на это гнусно. Да, потом я видел видео встречи Кадырова с Путиным, достаточно такой, не знаю, не знаю, как её назвать, она такая-то пародия навстречу. Вот, но этого я не видел. А какое впечатление на вас это произвело? Ну, вот, как вам сказать, серого человека, который пытается быть незаметным, но при этом хочет рулить процессами, и, ну, вот такая вот ощущение, знаете, немножко крысиное, да, вот когда он так себя за столом ведёт, он опять же такие шуточки произносит. Собчак там тоже такой неприятно выглядящий, они там, он что-то кушает, и, ну, какое-то мясо с костями, и они там шутят о том, что вот это бы сейчас показать, и чтобы избиратели увидели, что мэр там кости гладает как-то. Ну, всё это так на хихи такое, знаете. Ну, неприятное, неприятное впечатление абсолютно. Оно, в принципе, подтверждается то, что из себя человек представляет, да, и нам понятно дальше. Но на таких видео, вот, собственно говоря, можно для психологов, которые, психиатров, которые его изучают, я думаю, что это такая хорошая почва для исследований. Друзья, у нас отличная новость. На наших YouTube-каналах в гостях у Гордона, Дмитрий Гордон и Олеся Бацман появились новые возможности для нашего с вами более тесного, дружеского общения. Теперь под этим видео и под каждым видео у нас на каналах есть специальная волшебная кнопочка «Спонсировать». Нажимайте на неё и становитесь спонсором канала. Вы можете выбрать разные уровни и, соответственно, получить разные дополнительные опции и бонусы. От возможности иметь именные обозначения возле наших никнеймов и использовать авторские эмэдзи со мной и с Олесей Бацман на её канале до участия в закрытом онлайн-общении со мной только для нашего спонсорского клуба каждый месяц. Спасибо всем, кто вступает в наш спонсорский клуб. Вся команда, которая работает над тем, чтобы наши каналы были самыми лучшими, самыми яркими и самыми интересными, очень это ценит. Саид, хорошо. А вы видели заявление друга Путина, в принципе, ближайшего его кошелька Ковальчука по поводу того, что, сейчас процитирую, он сказал, хотя бы один разок надо испытать ядерное оружие, чтобы напугать Запад. Ой, как они надоели, я знаю. Понимаете, они так надоели, просто вот это, понимаете, это порода людей, то есть даже не знаю людей, это порода существ каких-то, которые, у них нету вообще никакого чувства ответственности, вообще просто, они лишены этого. После меня потоп, все неважно, это главное страдание, главное, чем больше страданий ты нанесешь, тем ты велик, более велик. Понимаете, в страданиях посягается истина. Вот понимаете, вот эти люди, они реально, они не, то есть вот, это в каком-то смысле война времен, понимаете, вот мы, вот когда я очень часто, да, разговаривал, там, об исламском терроризме, мне не нравится это слово, слово сочетание, есть радикальные группы, есть радикальный ислам, скажем, да, но ислам сам по себе это не есть не есть религия, призывающая к террору, да, ну, вот, и когда мы обсуждали вот все это, да, вот мы говорили вот об этих людях, типа там ИГИЛа, типа там, там, того же, той же Аль-Каиды, да, головы срезают, башни взрывают, да, вот, да, что для этих людей, для них, как бы, да, вот, да, еще по старине, по старине-то еще, да, жизнь загробная, жизнь после смерти, она кажется гораздо более светлой, гораздо более, вот она, вот она, она реально, к ней ты стремишься, да, и вот отсюда Шахид, и отсюда вот вся эта, вот вся эта мифология, да, и отсюда вот как раз эти вот убийцы, самоубийцы, да, которые вот сейчас в Пакистане творят вообще просто страшные вещи, да, а вот, вот эти люди, да, вот эти люди, типа вот там Ковальчука, типа того же Путина, типа там, я не знаю, я не знаю других, они же не, они же не наденут на себя пояс Шахи, правильно, они же не как-то вот, ну как-то это не, вот не монтируется, да, но в итоге ментальность у них, даже если они не думают о том, что там лучше, чем здесь, да, все равно у них ментальность та же самая, они реально, они какие-то вот такие вот, ну я не знаю, какие-то радикалы, я даже не знаю, какое прилагательное применить, да, вот они, они есть, не знаю, какие-то там агенты дьявола, бог с ним, пусть я там скажу какую-то вещь, которая мне не присуща, но это люди реально, они вообще, ну, понимаете, с ними разговаривать нельзя, их надо закрывать, их надо закрывать и не показывать людям, вот, да, если в зоопарке надо показывать, ну, надо, мне жалко животных, которые живут в клетках, да, ну, все равно там детям это интересно, посмотревают, да, этих не буду, дай бог детям показать, да, то есть, вот этих вообще надо изолировать полностью, закрыть и все, да, вот их нет, пусть они там живут посмертно, не знаю, кормить их, дать им первый канал с утра до вечера, чтобы они его смотрели, да, что хотят, ну, реально надоели, ну, по-настоящему надоели, да, ну, хотите применить, примените, вот примените, и потом посмотрим, что произойдет, чего вы как бы, да, ты знаешь, там писать, писать каждый гораздо, это не... А как вам Путин, который унижался перед Кимом, выпрашивая оружие? Слушайте, я не знаю, можно ли это вот так вот напрямую сказать, что это было, ну, такое вот унижение, я думаю, что сам прием Кима был очень таким пышным, слишком, я думаю, что слишком много внимания было уделено там, да, лидеру Северной Кореи, лидеру, диктату, ну, не знаю, кровопийце, вот. В советские времена такое было бы невозможно, да, что-то они, я думаю, что, да, там, генеральный секретарь Компартии Северной Кореи, им не был бы принят с такими почестями, как был принят Ким, да, но унижение, ну, знаете, ну, вот когда надо, надо, вот когда надо, надо, да, вот он же, он же, он же человек без... ну, его же этому учили, да, его же учили приспосабливаться к людям, да, и как-то их переманивать на свою сторону, да, ну, вот он как бы приспосабливается, переманивает на свою сторону, хотя я вам скажу, конечно, речь этого корейского человека, это вообще было, да, то есть мы вместе с Россией в борьбе против империализма и так далее и тому подобное, более капиталистически воровской и так далее мафиозной страны, чем Россия, я не знаю, да, а этот все продолжает свою коммунистическую риторику, будто рядом с ним живой Брежнев, а не уже маленький Путин, в общем, ну, такое, да, достаточно реально такой смешной, смешной визит может быть с несмешными последствиями, да, ну, это вот другой вопрос, но там правда, я те люди, которые утверждают, что все равно без Китая решение Северная Корея принимать не станет, ну, я думаю, что это люди правы, что Китай там гораздо важнее, Китай держит, Китай, Китай, Китай вообще держит Корею живой, то есть Корея же, это же вообще, это голод, это страдания, это нищенское население, да, это же вообще, то есть довести страну до такого уровня, это надо еще уметь, но Путин, ну, я не знаю, он добился своего или не добился своего, и чего он хотел добиться, оружие, ну, смотрите, ну, оружие монгольское, ну, что они могут предоставить, ну, реально, да, ну, они могут производство повысить, да, вот темпы производства, там, конвенционального оружия советского образца, в чем эти две страны сильны, вот это надо подчеркнуть, они сильны, реально, и Россия, и Монголия, Монголия, я говорю, и Северная Корея, это в кибердвойне, вот тут они сильны, и северокорейские хакеры не раз это уже показывали, у них есть там организованные группы, в России тоже они сильные, вот здесь, вот в этой сфере, кибер, кибертерроризма, кибервойны, вот здесь, вот в этой сфере, я могу предположить сотрудничество, да, вот в этой сфере, это достаточно опасно, но я думаю, что у Украины есть формы защиты. Дорогие друзья, благодаря в том числе интернет-магазину Гордон Шоп, мы смогли приобрести уже для наших вооруженных сил 60 дронов DJI Mavic 3 Flymoor Combo, дронов, которые так необходимы сегодня на фронте. Я обращаюсь ко всем, заходите в интернет-магазин Гордон Шоп и приобретайте там все, что хотите, начиная от футболок с моим изображением, заканчивая книгами с моим автографом, а еще там есть конфеты, Гордон в шоколаде, птичье молоко, а еще там есть яйца Гордона в шоколаде, в золотой пирамиде, а еще там есть кружки, зефир и так далее, и так далее. Когда вы окажетесь в интернет-магазине Гордон Шоп, скучного точно не будет. Покупайте мой мерч, приближайте победу Украины над фашистской Россией. Савик, еще одна новость, это по поводу вагнеровцев, которые уже без Пригожина, без Уткина, но якобы вернулись под Бахмут. Ну, вернулись, вернулись. Да, что делать? Ну, и пусть. И пусть перемелятся, да? Как? Перемелятся. Ну, перемелятся, боже мой. Сейчас они уже в армии, сейчас они уже не под крышей Вагнера. Я думаю, что, ну, да. Ну, понимаете, ситуация в самом Бахмуте, она такая очень... Сам Бахмут, он ничего не знает, не значит. На высотах в основном украинские, украинские, украинская и артиллерия, и вообще, и люди. Что они могут сделать с Бахмутом, вообще непонятно. Они никуда не могут пойти. То есть, я не знаю, я вот много военных экспертов слушаю, да, ну, не только западных, да, потому что западные реально часто ошибаются, и тут нет... Такие украинские ошибаются, да, так это в этом тут, знаете, военных экспертов... Военные эксперты, это как футбольные эксперты, да, то есть пойди, предскажи. А вот, но те люди, которые говорят, что в принципе Бахмут, а это уже не эксперты, это типа там генерала Кривоноса, это больше, чем эксперты, это настоящие военные, да, которые говорят, что надо было выходить из Бахмута раньше и сохранять жизни, это говорит о том, что Бахмут сам, он по себе, ну, ничего, ну, куда они оттуда пойдут, да, ну, на Купенск, я не знаю, наверное, нет, я думаю, что все равно это, сейчас, сейчас я, вот насколько я вижу, я думаю, мы все это видим, сейчас основное это Крым, да, потому что вот, если стратегически Украина решила, там Украина, я военное руководство, военно-политическое, да, если решила, что вот там, вот там вот это вот, 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 чтобы убить Кащея Бессмертного, вот это надо Крым вытащить, да, то, то, то я думаю, что это в принципе, это правильная стратегия, я не знаю, насколько она осуществима, в том смысле, что подвижение медленное, и у, у, у врага, у России, все время появляется возможность укрепления, то есть, есть время на то, чтобы укрепить, тот же так маг, в конце концов, да, то есть, вот, вот, вот эти вещи, да, но я понимаю, что все же, вот, и это правда, да, что Крым, если Путин потеряет Крым, это конец Путина, и конец путинизма, это единственный момент в последние годы, который я помню, где было реально в России что-то вроде такого всеобщего, вот такого вот ликования, да, это когда они оккупировали Крым, да, и если они Крым потеряют, то, конечно, это будет психологический, очень-очень сильный удар, очень сильный удар, и я думаю, что не только Украина заинтересована, чтобы Россия потеряла Крым, да, это же тоже такое, да, я вот смотрю на Нагорный Карабах, и почему-то думаю о Крыме, да, такое совершенно, как бы абсолютно не вещи, которые как бы… я тоже согласна с тем, что когда Украина заберет обратно Крым, с этого режим Путина уже точно должен посыпаться, потому что, ну, я не представляю, как можно даже при всей пропагандистской машине продолжать объяснять что-то, и оправдать тогда вот все то, во что он страну вверг, но многие мне возражают, многие мне возражают, говорят, нет, ты не понимаешь вообще, как они, это не население, а быдло, и можно перевернуть как угодно, и что угодно, и объяснить, и ничего, это не демонтирует режим, он даже, Украина-Крым отвоюет, он все равно будет продолжать сидеть при власти, вот я этого не понимаю. Нет, 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 он, смотрите, он уже, он уже президент-неудачник, то есть вот до 24 февраля назвать его неудачником было сложно, потому что куда он лез, как-то у него что-то получалось, да, методы зверские, там типа Сирии, да, и отравления сотен тысяч людей, да, но, но, но как-то у него это получалось, да, и, в общем, российскому человеку до лампочки, что травят сирийцев, да, то есть, ну, травят и травят, что это за черножок в этом, да, типа, это же такое, да, а сейчас он президент-неудачник, во-первых, он начал кампанию, как кто-то написал в сетсетях, две, 378-й день трехдневной войны, да, то есть, вот, да, вот здесь он неудачник Украине, точно, в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном, он проиграл полностью Эрдогану, абсолютно полностью Азербайджану и Турции, абсолютно проиграл, и сдал своего традиционного партнера, просто сдал, да, и поставил под угрозу суверенитет этого партнера, то есть Армении, да, вообще, поэтому он уже не, то есть, вот уже постепенно, постепенно, это уже не везунчик, это уже не человек, у которого как-то все получается, вот как бы он не закрутил, это все получается, а вот все, этот миф постепенно рушится, и я думаю, что Крым будет просто последней каплей, это всеобщая радость превратится в всеобщую ненависть, да, вот, вот, если она, если еще ее нет, то есть, понимаете, нам же трудно судить даже, как, вот, ну, есть российское население, там, какое-то количество людей, это, скажем, ну, то, что называют, там, не знаю, ватники, люди, которые, в общем, пофигу им, ну, сколько их там, скажем, 60%, ну, 70%, ну, 30%, все же, там, скажем, либералов, 15 антилибералов, то есть, ну, все же там что-то такое выкрутится, да, и на как-то на элиты это выливается, да, и на настроение это выливается, поэтому я думаю, что Крым это будет, это реально, это будет, вот это будет поражение, вот это настоящее поражение для него, да, но по-любому, вы знаете, видите, мы не знаем, как закончится октябрь, потом начнутся дожди, как пройдет зимний период, как будут меняться стратегические планы, тактические там, и тактические оперативные там всякие мероприятия, да, сложно сказать, но по вооружениям, которые вот обещаны Украине, и они поступают в Украину, я думаю, что Атакамсы уже поступили в Украину, я думаю, что Украина начинает превосходить, да, конечно, у них всегда будет больше людей, да, но и их нечем вооружать, их нечем, их, у них армия несовременная, да, Украина превращается с каждым днем все современнее и современнее, поэтому я думаю, что, что, ну, до выборов не знаю, Соединенных Штатов, да, но я думаю, что в следующем году, дай бог, я думаю, что это уже должно быть, ну, должно быть, я просто, я очень надеюсь, я очень надеюсь, что в этом году хотя бы, вот, ну, скажем так, Токмат смогут взять, вот я вот, вот очень надеюсь на это. По поводу источников финансирования войны, которую ведет Россия, один из таких источников, это бриллианты, это бриллианты, которые до сих пор Кремль, Россия имеет возможность продавать и, собственно, получать за это наличку, деньги, которые переплавляют в оружие против украинцев, воздушная тревога, сволочи. На ПК заявили, что Россия остается наибольшим поставщиком алмазов в мире. Они в заявлении говорят, кровавым бриллиантам нет места на мировом рынке, но до сих пор оно есть. Ну, оно есть, и я думаю, что от этого, понимаете, сейчас у Запада в принципе огромная задача в этом смысле, что сейчас надо каким-то образом остановить поток контрабанды оружия, то есть мы же видим, что происходит, и через Узбекистан идет оружие, и через Армению идет оружие, так как это же факты, поэтому вот это надо остановить, надо остановить поток всего, что есть двойного назначения, это серьезная вещь, санкции с моей точки зрения… Это санкции с санкцией, нужно, чтобы они работали. Нужно, чтобы они… Леся, они работают, смотрите, они санкции, мы же тоже… Нет, мы не можем сказать, что они не работают, конечно, они работают, но нужно даже те третьи страны, которые сейчас участвуют в этом преступлении, а обход санкций – это преступление, в котором участвует ряд стран. Нужно, чтобы к ним тоже доходила история с наказанием от западных наших партнеров, и вот в этом плане очень интересное показательное заявление Такаева, который сказал вчера, что Казахстан однозначно будет следовать санкционному режиму относительно России. Тоже, я думаю, для Путина очень неприятное было заявление. Ну, для Путина было неприятное заявление, но, знаете, если вы… Если уважаемые, в кавычках, в обществе российском люди, да, непрестанно говорят, что часть Казахстана – это Россия, то рано или поздно вы такой ответ получите. Да, плюс, конечно же, Такаев, я думаю, я думаю, я думаю, что Такаев понимает, ну, просто прагматически он это понимает, да, что с Россией сегодня нечего иметь дело. Почему? Потому что Россия превращается в не развивающееся, а не доразвивающееся государство, да, оно превращается в государство, ну, призрак, да, это призрак государства, Потому что там ничего не производится, там ничего не рождается, там нет ученых, там все уехали, там все талантливые люди покинули, все более-менее люди трудоспособные, они их увозят на фронт. И понятно, что на много десятилетий Россия не будет частью всемирного экономического процесса, она не будет частью процветания, она не станет этим, а каждая страна стремится к этому, будь это Бразилия, будь это Казахстан или даже будет, в конце концов, Аргентина со своими дефолтами. Но поэтому Путин сегодня, сегодняшняя Россия, она не привлекательна, она ничем не привлекает, вы понимаете, ведь страна должна чем-то привлекать. Соединенные Штаты привлекают, мы видим там вот, пожалуйста, я смотрю на голосование Соединенных Штатов, значит, в Америку, да, едут и едут. Да, Савик, давайте просто скажем, что людьми голосуют те, кто хочет попасть в Соединенные Штаты, какой поток людей, которые всеми правдами, неправдами, всеми силами стараются, сколько мигрантов, они даже сдерживают эти потоки. Но лишь бы попасть в Соединенные Штаты, неважно как, и вы вообще очередь хотя бы из одного человека видели, которые вообще стремятся переехать в Россию жить, из каких-то других мест. Вот именно, вот именно. Наоборот, приезжая из США или из Европы в Россию, да? Да, ну нет, она не привлекательна. Был момент, был момент, там, скажем, после второго избрания Ельцина в 96-м, уже окончание Первой Чеченской войны, даже немножко раньше, вот было это стремление людей ехать в Москву, открывать бизнесы. В общем, это было как бы, ну, не новая земля, но это была, вот, ну, наконец, этот так называемый коммунизм, он рухнул, и вот можно было заниматься реально, ну, бизнесом, предпринимательством, там, творческими и так далее вещами. Да, это был такой короткий период, да, но сейчас это превратилось реально в какую-то страну, в которую не то что ехать не хочется, да, там, уже, уже, но... Ну, просто, да, ну, вкладывать туда цент, это, это, это не, это не целесообразно. А вот что они производят, Савик? Вот давайте перечислим. Они что, вот посмотрите, на бюджет 24-го года, да, что они делают, да? Они на 70% увеличили бюджет обороны, на 70%, да, то есть 6% ФВП. Если вы подумаете, 6% ВВП, когда, скажем, Канада, которая не тратит 6% ВВП на оборону, на общую оборону, даже она, будучи членом НАТО, она должна была бы тратить 2, она тратит 1,3 ВВП на оборону. Они тратят 6% на оборону. Что это значит? Это значит, что у них ничего не будет. Вы помните, какая огромная статья засекреченных, они же увеличили, засекреченные расходы бюджетные, а это, по сути, тоже, что идет на войну. Да, да, поэтому… То есть там нижняя процента, там, ну, если посчитать, там намного больше. Да, поэтому это, понимаете, то есть, ну, я понимаю, что это, то есть, что это, ну, сегодня жить в Украине и иметь родственников, друзей на фронте, это, конечно, это страшно, да, потому что, в общем-то, враг-то, он страшный, да, он страшный, потому что он не считается ни с чем, да, у него нету барьеров, да, он, как бы, да, если население должно голодать, если оно должно голодать, оно будет голодать, если оно должно умирать от голода, оно будет умирать, если оно должно умирать в траншеях, то есть в окопах оно будет умирать, да, это для них… Поэтому это чудовищная война, она просто реально страшная для любого цивилизованного человека, но он таков враг, и поэтому я все время говорил вам с самого начала, что я считаю, что без какого-то прямого участия НАТО в этой войне, мы не получим ту Россию, которая будет не опасна всем остальным, ведь победа в чем заключается, чтобы они перестали, вот они перестали размахивать этими ядерными дубинками, чтобы они перестали разъезжать на танках, чтобы они перестали вообще думать о войне, чтобы они начали думать немножко о себе, в общем, никто на них нападает не собирается, пусть живут все как хотят, но пусть не трогают других, другие хотят жить иначе. Вот это будет победа, когда Россия будет такая, а как ее сделать такой? Ее надо реально по-настоящему победить на поле боя. Мне очень не нравится, я вам скажу правду, что вот когда западные люди начинают говорить, там мы говорим про будущее России и так далее и тому подобное, и все говорят, главное, главное, вот номер один, она, Россия, то есть должна проиграть в Украине. Ребята, ну, а что, вы будете зрителями, что ли? То есть, ну, как это, да, чтобы у нас, чтобы Россия больше не угрожала всем своим ядерным арсеналам и всей своей мафией, которую она экспортирует ровно так же, как и нефть и газ, да, то есть, ну, да, то есть, чтобы это все прекратить, вы же тоже должны в этом участвовать, нельзя же все время говорить, вот, главное, вот, первый шаг – это победа Украины, второй шаг – это мы. Нет, ну, нет, ну, нет, ну, нет, понимаете, потому что вот сейчас, когда мы понимаем, что, ну, не может быть такого, нельзя так, так, понимаете, так, ну, как, знаете, вот двое дерутся, там, ну, или, не знаю, насилуют девушку, да, ты стоишь со стороны и говоришь, ну, ладно, когда она, в конце концов, защитится, я ее провожу домой. Еще одна тема, вот я смотрю, что Энтони Блинкин, выступая в издании «The Atlantic», ответил на вопрос, возможно ли встреча Байдена и Путина, и он сказал, никогда не говори никогда. Да. Смотрю, что российская пресса подхватила это невероятно вообще, вот сейчас, если погуглить, в российской прессе все в этой новости. Ну, у нас понятно, что это не вызвало такого резонанса, потому что… А почему Байден не может встретиться с Путиным? Почему? Если они встретятся, значит, они согласятся? То есть я как-то, как-то вот в это я не сильно верю. Ну, во-первых, а во-первых, зачем им встречаться, объясните мне? Вы думаете, они могут встретиться, а зачем? Что они, а до чего они договорятся? Смысл с Путиным встречаться сейчас есть? Вы имеете в виду повестка дня? Ну, конечно. Ну, что? Нет, повестка дня у них есть. У них есть реальная проблема сейчас Южного Кавказа. Это реальная большая проблема, которая вовлекает Турцию, Иран, Азербайджан и Армению, и Россию. И Запад во главе с Соединенными Штатами реально за этим наблюдает достаточно, ну, очень-очень пристально, потому что там реально, там надо разрулить, там нельзя, чтобы взорвалось. А там вот мы висим на волоске. Если азербайджанская армия пойдет на Хичевань, я там, я не знаю, какие будут последствия. Значит, это первое. Во-вторых, есть Африка, о которой надо говорить, потому что то, что Россия творит в Африке, не подходит. Да, никому не подходит. Да, я понимаю, что украинская война, она стала катализатором очень многих явлений в странах, бывших колониях, да, где вот эта вот антиколониальная волна, она поднялась, она как-то, вот как это связано, это не так легко там объяснить, но это объясняется. Да, но то, что мы начинаем жить немножко в другом мире, мы видим, да, потому что происходит с французскими колониями и с Францией, да, то есть, ну, есть о чем говорить, кроме Украины, да, по Украине разговор очень короткий, ты идешь нафиг, то есть, ну, вот и все. Я не думаю, что у Байдена есть еще что сказать, да, ты просто идешь оттуда нафиг, а дальше будем обсуждать репарации и что делать со своим ядерным оружием. Я думаю, что у Байдена не может быть других позиций по Украине. Если россияне, вот, понимаете, это всегда желаемое задействительное, да, вот сказать, почему госсекретарь не может сказать never say never, почему, то есть, ну, вот never say never, Джеймс Бонд, почему он не может сказать это? Ну, правильно, никогда не говори никогда, ну, что это, что это, что из этого, они, вот эти вот пропагандисты, а, значит, Америка готова, значит, Америка хочет, значит, мы не единственные, которые хотим переговоров, да, и так далее, да, а как Байден пойдет на переговоры с Путиным? Он скажет, чувак, в первую очередь измени свою конституцию, верни конституцию до Крыма, до, вот там, в те твои границы, а как иначе, а как иначе будет говорить Байден? Ну, просто, как, сейчас Путин это военный преступник, причем официально международно разыскиваемый Гагой за очень постыдное преступление, а именно воровство детей, киднеппинг фактически, да, еще и моральные пытки над этими детьми украинскими, поэтому я не понимаю, о чем с ним говорить и не понимаю, о чем с ним можно встречаться. Ну, в принципе, так я говорю, только я и не вижу никаких сегодня предпосылок для этой встречи, да, и я не вижу ничего такого во фразе «Never say never», да, то есть, ну, что, ну, я не знаю, ну, понимаете, ну, всякое в жизни бывает, они могут встретиться где-нибудь, если Путин еще будет… Не могут, он же не выездной, он сидит только с Беларуси в Россию, с Россией в Беларусь, что одно и то же сейчас, к сожалению. Вот, интересно, Син Цзипин тоже заявление сделал, сказал, никакая сила не остановит возвращение Тайваня под контроль Китая. Ну, это мы не знаем, я думаю, что Китай не настолько глуп, чтобы сейчас начинать военную кампанию против Тайваня, я думаю, реально не настолько глуп, при этом у них реальные проблемы. То есть, экономические, да, у них, во-первых, в строительстве, да, у них большой кризис. Они понастраивали очень много, да, а заселить людьми не могут, и, в общем, да, и, конечно, не получают никакой прибыли, и, в принципе, это такой пузырь, да, по большому счету. Знаете, это и постковидная история, и история войны, в принципе, у них сейчас экономические трудности серьезные, да, и поэтому я думаю, что они этим будут заняты, и это будут преодолевать. То есть, понимаете, если они хотят конкурировать с Соединенными Штатами, им, конечно, надо вернуть себе экономическую мощь. Сейчас они, как раз вот сейчас, они в фазе падения. Поэтому я не думаю, что Китай на это пойдет, это было бы очень глупо. Если бы, не дай бог, России, то есть, России бы удалось как бы воплотить в жизнь конституцию, которую вот они последний раз проголосовали с четырьмя областями и Крымом, ну, Крым уже раньше был, да, четырьмя областями в составе Российской Федерации, может ли это как-то их стимулировать на поход на Тайвань? Да, я тоже читаю многих экспертов, которые говорят, ну, обозреватели, которые говорят, да, что это их как бы может простимулировать. Я не думаю, потому что это Тайвань, это совсем другая территория, это другого рода война, это воздушно-морская, это, то есть, это флоты в основном. И я думаю, что если подключится Австралия, подключится Япония и Соединенные Штаты, я думаю, что там будет, там будет сложно Китай. Да, я не думаю, что Китаю это надо, реально, реально, только если вдруг им надо скрыть, вот, если они чувствуют, что возможны массовые протесты, что возможны беспорядки на улицах, вот, 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 что люди реально уже вот, 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 вот кипят от того, что жизнь становится хуже, то это, конечно, можно компенсировать войной, да, это можно отвлечь внимание, да, но как-то мне, вот, я не знаю, я не верю, что китайцы на это пойдут. Я не верю. Я вот, вы говорите, какую тему, вот, вы знаете, какую тему бы я обсудил с Путиным? Я бы его спросил, как вы считаете, Владимир Владимирович, то, что вы делаете в Украине, это геноцид или нет? А зачем вам у него это спрашивать, если вы стали... А мне было бы интересно у него это спросить. Он же нам говорит о том, что он там борется с нацизмом, что он борется с милитаризмом, да, А если мы посмотрим Конвенцию Объединенных Наций 1948 года, да, то по всем параметрам Россия, Россия, Россия введет геноцид украинского народа. Ну, конечно, Россия осуществляет геноцид против Украины, конечно, конечно. И, значит, наказуемое, вот тут наказуемое следующее деяние. Геноцид, заговор с целью совершения геноцида, прямое или публичное пострекательство к совершению геноцида, покушение на совершение геноцида, соучастие в геноциде – все абсолютно Путину подходит. Вот все. И Путину, и всей его команде, конечно. Ну, понимаете. И поэтому, Леся, я не случайно эту тему поднял, потому что, вы понимаете, вот когда я помню, какого это было, 28 мая, 28 мая, по-моему, 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 сейчас расскажу, 28 мая, 21 год. Когда я прочитал новость о том, что Германия признала, что она совершила геноцид в Замбии в 1904-1908 годах. И это сейчас, фронологически, считается первым геноцидом в истории. Вообще-то геноцид попал вот в эту конвенцию ООН только в 1948-м, да. И, кстати, автором вот этой конвенции был, кстати, еврейский юрист, да, еврейский юрист, который изучал тему геноцида на примере геноцида армянского народа в Османской империи. Да, то есть это, да, это вот тоже интересно, да, но к чему я веду? Немцы признали геноцид Замбии, да, они в фонд развития Замбии заплатили миллиард сто миллионов, да, то есть, но они публично признали, да. Ну, им сейчас легче дышится, да, вот им легче дышится просто, да, потому что скрывали-скрывали. Ну, не то, что они скрывали, это вообще там скрывалось, это даже к сегодняшнему поколению это никакого отношения не имеет. Это 1904-й год, да, это еще до Первой мировой, да, вот. Значит, если бы, вот Эрдоган пришел к власти, подумайте, да, в 2014 году, в 2014 году, в 2006 году в Стамбуле была конференция, первая такого рода научно-историческая конференция, которая обсуждала тему геноцида армянского народа в Стамбуле, понимаете? То есть, я думаю, что если бы турки поняли, что они не несут ответственность за Османскую империю, но они есть наследники так или иначе, и признать, что был осуществлен геноцид армян, я думаю, что сегодняшних проблем бы не было. Вот сегодняшних проблем, которые есть, их бы не было, или они бы были более просто решаемы. А Россия рано или поздно это поколение, следующее поколение или поколение после него все равно должно будет признать геноцид в Украине. И только тогда, только тогда что-то может начать вот как-то в мозгах меняться, да, то есть вот-вот-вот тех же украинцев, да, потому что иначе украинцы, вот-вот-вот-вот Россию будут, будут просто, ну, ненависть – это такое слабое слово. Да, поэтому, вот почему бы я Путину говорю? Я бы ему сказал, чем раньше вы признаете геноцид, тем лучше будет для вас. Нет, так это уже разговор, когда он на скамье подсудимых, Савик, по-другому его не может быть. Нет, там уже, там уже, знаете, на скамье подсудимых. Ну, только когда он в клетке, а других разговоров, чтобы он что-то признал, лучше, хуже ему, это, условно говоря, в его пожизненном заключении минус один год от пожизненного, ну, то есть, я не знаю, не, и поздно уже будет признавать что-то. Нет, ну, я, естественно, утрирую его, понимаете, я же понимаю, что с Путиным об этом бесполезно говорить, но я и говорю, вот, а что Байден с Путиным обсуждать, ну, геноцид, что ли? Вы просто сказали о геноциде, ведь сегодня тоже дата годовщина трагедии в Бабьем Юру, то есть, еще один геноцид, который тоже нацисты осуществляли против еврейского народа. Да, да, и нацисты, и украинцы, надо признать, да, то есть, понимаете, ну, было же у нас на этой неделе событие, которое просто вообще ошеломило, ошеломило всех, и главным образом премьер-министра Канады Джастина Трудо, вы знаете, да, что когда Владимир Зеленский, президент Украины, прибыл в Канаду, и, в общем, в парламенте, да, в общем, да, и это все было 22 сентября, и, значит, и пригласили, ну, я думаю, что это глава парламента в итоге, да, вот спикер палаты, я думаю, что он пригласил, ну, конечно, не он лично, он посоветовавшись, или кто-то ему посоветовал, да, они привели в зал 98-летнего Ярослава Гунько, да, который, мол, боролся за независимость Украины, да, вот это, да, самый такой старый, живой человек, и вся палата, то есть, ну, парламент встали, стоя аплодировали и так далее, и так далее. Потом оказалось, да, что он был, служил в 14-й гренадерской дивизии СС, и Джастину Трудо, мне даже его жалко, ну, конечно, там, спикер ушел в отставку, там, так далее, так далее, в общем, целый-целый кризис, да, но Трудо, ему было очень сложно извиняться, я вот смотрел это, ну, не в прямом эфире, в записи, да, но реально у него такое было, такое-такое, ну, ему было просто неудобно, он сказал, это была ошибка, которая глубоко, вот я просто сейчас цитирую, что, которая глубоко смутила парламент и Канаду, все мы, мы сожалеем о том, что встали и аплодировали, хотя мы сделали это, не осознавая контекста. Я также хочу еще раз подчеркнуть, что Канада глубоко сожалеет о ситуации, в которую поставила президента Зеленского, да, и украинскую делегацию, да, и, более того, да, и чрезвычайно тревожно думать, что это вопиющая ошибка политизируется Россией и ее сторонниками. Савик, а я вот хочу уточнить, потому что я подробно не изучала вопрос, но то, что я видела, что это поднялось на флаг сразу же российской пропагандой до небес, то есть это они, я просто видела заметку Радио Свобода, которые написали, что этот Гунько не принимал участие в карательных мероприятиях, то есть получается, что он в том, в чем его Россия обвиняет, не участвовал, нет? Нет, так его не Россия обвиняет, его Канада обвиняет, это совсем другое, да, и Польша уже хочет его экстрадиции, да, то есть, ну, это же дело такое, да, понимаете, я думаю, что это, ну, это есть, понимаете, вот украинская диаспора в Канаде, она очень влиятельна, да, очень влиятельна, и в Торонто, и в Гамильтоне, да, она влиятельна, да, но еврейская диаспора, ну, не диаспора, я уже и даже диаспорой нельзя их называть, но еврейская группа, то есть, это не менее мощная, да, и, конечно же, они такие вещи проверяют, там достаточно одного звонка в центр Визенталя, вытаскивается карточкой, вам сразу говорится, кто это и что, и что он делал, поэтому это не, то есть, вот такие вещи, то есть, такие вещи, да, это, ну, просто если, если вот спикер палаты, я полагаю, да, если он, это мое предположение, да, если он это сделал, там, советуясь с лидерами украинской диаспоры, то, и они посоветовали ему этого человека, то они, конечно, совершили огромную ошибку и не хорошее дело для Украины, да, потому что если у нас Путин, что у нас там Путин говорит? Ну, тогда это подстава вообще какая-то. Это подстава, я вам даже больше скажу, я вот подумал, как-то, когда это произошло, я подумал, что если это сделали россияне, это, это, это просто виртуозное ИПСО, вот виртуозное совершенно, да, вот просто, да, если это они сделали, да, то есть, вот это вообще... Это же их главный тезис про нацистов, то есть кто это кричит? Да, это главный тезис, да, да. Их пропаганда российской. Вот, ну да, а Бабий Яр это тоже, я помню, вот мы делали программу, мы делали каждую годовщину, последние годы, и когда мы первый раз делали, и когда я задал вопрос аудитории, которая все же представляла всю Украину, да, вы знаете все, что произошло в Бабьем Яру? Вы понимаете, когда вы получаете 90 с лишним процентов нет, да, то вы понимаете, что, что, что страна не знает собственной истории, да, и это есть, вот... Савис, ну потому что до независимости историю просто подменял Советский Союз так, как нужно было России, а после независимости этим особо никто не занимался. Верно. Потому что власть занималась тем, что деньги распределяла, ну там кто-то воровал, кто-то работал на Россию, опять же продолжал, кто-то еще какие-то личные вопросы решал, а вот по-настоящему так, чтобы историей, культурой, пропагандой в хорошем смысле, настоящей историей же никто не занимался. Но вы знаете, я вот... Нет, это правда. ...свет вам, наверное, скажу, то, что вот по-настоящему вдохновляет, как мы с вами в прошлом эфире с доктором Коваровским советовали, что посмотреть после нашего эфира. Сейчас я тоже хочу посоветовать нашим зрителям, что посмотреть после того, как вы нас савиком досмотрите. Это обязательно, ребята, просто обязательно, потому что вчера вечером вышло интервью Дима Дмитрия Гордона с Натаном Щеранским, который он записал в «Бабьем Яру», вот сейчас гуляя по «Бабьему Яру», буквально на днях в Киеве. Но вы знаете, это потрясающий человек. Вот таких, как он, ну на земле, наверное, я не знаю, можно вот раз, два, три, четыре, пять, прикосновение к которому просто вот тебя просветляет. Маленького роста, крепкий, невероятной силы, характера и духа человека, Украине, сродившейся в Донецке. Один из самых известных диссидентов Советского Союза, политзаключенных, которого лично Рейган, президент США, вызволял из плена. 405, по-моему, дней провел в карцере. Ну, то есть он просто фантастический. И вот то, что он говорит, это вот, Савик, по поводу изучения истории, это живая, всплывшая вот так вот история, которая вот от первого лица рассказана Щеранским. Причем он же влиятельный человек, слушайте, он в Израиле несколько министерских кресел занимал, он был премьер-министром, он до сих пор в активной политике, потому что к нему звонит советоваться премьер-министр Нитаньяху. Там постоянно к нему какие-то поступают звонки от лидеров других стран, потому что, ну, он в хорошем расположении, здравии, он очень, ну, такой активный, бодрый, абсолютно светлый, светлые мозги такие. И вы знаете, он очень интересно обо всем рассказывал, в том числе он так интересно описывал свои встречи с Путиным. Еще до 13-го года Путин просил с ним встретиться. Причем он сказал, если вы думаете, что я вам хочу понравиться просто потому, что у вас типа биография такая, это не так, я просто почитал протоколы ваших допросов. То есть понимаете, да, как он себя вел на допросах, когда он ему говорил президент США, подпиши помилование, я договорился, тебя Советский Союз выпустит. И он отказался. Я там несколько раз ему, он говорит, нет, я не буду писать, потому что тогда я типа признаю вину. Невероятный. Да, да, да. У него, конечно, 10 лет отсидеть в таких условиях, да, характер очень сильный. Я, к сожалению, я там со всеми диссидентами практически тех времен знаком, но когда его уже выпустили, я уже, по-моему, по всяким войнам ездил, поэтому я как-то с ним не познакомился, очень жалко. Да, но, да, он... Но еще все впереди. Да, да, не, несомненно, несомненно. Он человек совершенно неординарный. Это без всякого сомнения. Да. Без всякого сомнения. Кстати, вот когда вышел манифест Навального, да, по-моему, где-то три недели назад, что ли, ну да, мы с вами его не обсуждали, да, но это не наше дело, это внутреннее российское дело, да, но вышел манифест, где он там... Манифест о 90-х, да, там ошибки, совершенные в 90-х, так далее, так далее. Так вот он начал этот свой манифест с книги Шаранского и закончил манифест книгой, цитаты из книги Шаранского. Да, поэтому, как бы, ну вот, по меньшей мере есть... Я говорю, я уже, если есть чему-то радоваться, то хотя бы преемственность среди сидящих и сидевших, да, то есть, ну, это уже куда-то шаг вперед. Ставик, а вы будете что-то советовать? Видите, я... Да, я посоветую, но, видите, вы же такой серьезный совет дали, да, что я-то, конечно, обязательно посмотрю, да, то есть, никакого сомнения. Я хотел, ну, так, чтобы немножко отвлечься, да, вот, я хотел так посоветовать... Это достаточно известный детектив, но я думаю, что, может, не все его читали, там, Артура Перес-Реверте, да, если... И он называется «Клуб Дюма» или «Тень Ришелье». Да, это очень хорошо написанный, очень хороший... Я считаю, очень хороший детектив. Реально хороший детектив, можно на секундочку забыться. И по книге поставлен Роман Поланскин, он известный режиссер, поставил фильм, который называется «Девятая врата», да, и там главную роль играет Джонни Депп, да, вот. Так что кто что предпочитает, или книгу, или фильм, да, то есть они этого стоят. Но книга, конечно, написана... Ну, просто у человека есть воображение, есть фантазия, да, это всегда привлекательно. Это надо. Вот такие вещи, когда ты переключаешься с чего-то очень драматичного, трагичного на что-то более легкое, это как такое спасение для настроения, для ума, для мозгов, потому что сегодняшние нагрузки и стрессы, конечно, предполагают, что нужно лечиться вот такими какими-то приятными вещами, которые, по крайней мере, тебя немножко уводят от того, что есть. Ну что, ребята, я хочу, знаете что, хочу всех поблагодарить, кто нас сегодня смотрел, кто пришел посмотреть и послушать, и прокомментировать. Я скажу вот то, что у нас между нами с АВИКом, это плашка, напомню, это наш сбор на дроны для Вооруженных сил Украины, это лучшие разведывательные МАВИКи, которые мы с вашей помощью покупаем, передаем на фронт уже больше 80, и, наверное, под 90, если не штук мы передали. Это очень важно, это продолжает быть важно, потому что пока не наступила наша победа, каждый день нужны дроны. Дроны, 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 они берегут жизни наших воинов. Россия может забросать мясом и телами, мы не можем себе этого позволить, потому что для нас ценен каждый воин и каждая жизнь украинца. Поэтому, друзья, пожалуйста, донатьте на дроны. Спасибо вам. Мы встретимся с АВИКом в следующую пятницу, в 18.00. Желаем вам по возможности тихого времени и постараемся вернуться в пятницу с обсуждением хороших новостей. Да, Савик? Ну, мы всегда же пытаемся найти что-то хорошее. А, к сожалению, мир не такой добрый. Но что сделать? Живем там, где живем. Майма-то еще майма. Вот. Значит, спасибо большое. Спасибо, Леся. Я приветствую всех еще раз. Желаю вам хорошей недели, здоровья. И, ну, не знаю, каких-то, хотя бы каких-то приятных ощущений. Спасибо, Савик. И слава Украине. Украине. Ну, героям слава. Спасибо. Продолжение следует...